Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег, мы говорим про алкоголь. Алкоголь является ядом. Можно поставить точку, да? И так же, как любой яд, большая доза его может убить. Но предельная доза смертельная для человека, она достаточно велика, и употребить эту дозу с помощью пищевой цепи, с помощью глотания, съедания, орально, можно сказать, достаточно сложно. Тем более, что организм сопротивляется, в какой-то момент он начинает исторгать из себя эти массы, у нас ротные рефлексы появляются, организм пытается освободиться от полученных ядов. И так же, как любой яд, у него есть три стадии его действия. Небольшая доза яда, любого, приводит к возбуждению. То есть, это эмоциональное возбуждение, это какая-то неуемная активность, в общем, что-то существо всегда начинает делать. В том числе, это может быть и сексуальная активность, что часто очень бывает. И следующая доза этого яда, она приводит к замедлению, к апатии, к очень такому подавленному состоянию. Существо может заснуть, может впасть без памятства, и все возможности защитные отключаются. То есть, человек или существо не чувствует толком ни жары, ни холода, опасности не видит никакой. То есть, это мы тоже все видели. И третья доза, это смертельная доза, то есть, существо умирает. Точно так же действуют наркотики все. Ну, в отличие от, как бы, само действие ядов, оно немножко разное. Разное оно по какому принципу? Что есть яды, которые вызывают такие хорошие эмоциональные состояния. То есть, когда организму нравится, что с ним происходит. Эти яды называются наркотики, и к ним относятся алкоголь. Что происходит на самом деле? У человека есть массив записи разума, огромный довольно, негативный, который на него из-под влияет очень плохо. То есть, он как-то там, в общем, бьет его по башке время от времени. Создает оттуда исходят нехорошие эмоции какие-то, расторжительность, гнев, обида, злость. Это может случиться, как бы, довольно на ровном месте, потому что мы все с собой этот рюкзак таскаем. Так вот, алкоголь или наркотик отсоединяет на время человека от этого рюкзака. То есть, буквально вы идете, идете, тащите эту ношу, скидываете ее, и вам невероятно легко, хорошо, можно ходить по лужайке, собирать цветочки, и все прекрасно. Но потом это все заканчивается и прекращается. И организм чувствует, что неплохо бы новую дозу получить для того, чтобы снова было хорошо. И, к сожалению, с каждым таким разом будет происходить неизбежно, что неизбежно, как бы, общее наше эмоциональное состояние, оно будет все-таки снижаться. То есть, на наркоманах это видно быстро, да, то есть, потому что там воздействие довольно сильное, и наркоман, будучи в более-менее таком неплохом эмоциональном состоянии, там, просто это скучающий молодой человек, он там принимает наркотик, о, ему классно, здорово, весело, вот, и потом плюхается еще ниже, потом поднимается выше, потом плюхается ниже, потом поднимается выше, ну, когда принимает вещество. И, в конце концов, он, как бы, как эмоциональная, так сказать, вот его составляющая, она все ухудшается, ухудшается, если он был в основном, как бы, какой-то скучающий, потом он может стать злым, да. А, ну, и тогда уже, будучи злым, значит, его наркотик, ну, вытащит, например, в скучающего. То есть, теперь он, значит, поднимется, вот, значит, по тону, и такой будет ходить и скучать, да. То есть, уже радости нет. Вот. То же самое происходит с алкоголем. То есть, как бы, алкоголь в какой-то момент становится человеку привычным, как бы, он выпивает его, ну, как бы, неплохо. Что ж, неплохо. Того-того, что он хотел бы получить в самый первый раз, как с ним было, когда это было бубух, и просто это была огромная эйфория. Вот того-того состояния и наркоман, и алкоголик пытаются достичь все время. Но это не получается, потому что он просто сползает вот туда по эмоциональному состоянию вниз. И у меня есть такой интересный пример. Я служил с одним парнем. Классный такой был парень. Он, вот, земляк был из Миллерово, да, это, значит, соответственно, тоже Ростовская область. И просто шикарно был вообще. Парень просто одна, это самое, сослуживец был шикарный. Веселый, бодрый, классный, подвижный. И годы прошли там, сколько там, 30-40 лет. Ну, ладно, не 40, ну, 30 лет, да, точно прошло в том времени. Я вроде как нахожу его через социальные сети, что, ага, и нахожу его телефон, и звоню, трубку поднимает жена, и мы с ним болтаем, где-то в Подмосковье уже. Я с ним беседую и понимаю, что человек не тот. То есть, вот, он там где-то по сантехнике себе работал, там, какую-то часть жизни пьянствовал, и он сполз куда-то вниз, и с ним даже поговорить толком нельзя. Ну, не знаю, может, если бы мы с ним забухали бы, да, вот, может быть, он был бы в более адекватном состоянии. Но вряд ли бы он стал снова веселым, живым и подвижным. Человек сползает туда, чем больше он пьянствует, то это видели по алкоголикам. Чем больше они пьянствуют, тем больше они куда-то сползают, сползают куда-то вниз, и того же и человека нет, поговорить особо не с кем. Что касается, значит, самого этого алкогольного опьянения, как оно работает на физическом уровне. Просто сколько вы не переслушиваете врачей, этого никто вам не скажет. Алкоголь, так же как и наркотики, выжигает витамины. Он буквально выжигает витамины, в основе витамины группы В, и самое главное, выжигает витамин В1. Вот просто алкоголь, значит, так, собственно, и работает. Он просто выжигает витамин В1. Если вы хотите проверить истинность этого, дайте пьяному немного витамина В1. И вы увидите, что он станет менее пьяным, прямо там же. Ну, он, как-то сказать, скучающим, вроде и напился, вроде как-то ему и скучновато. Как-то так, какое-то веселье становится странным. Значит, это знают на самом деле врачи, которые приезжают и выводят из запоев. Они ставят капельницы, и обязательно они всегда ставят изрядные дозы витамина группы В. То есть, именно так они выводят людей из запоев. Но почему-то среди врачей, которые выступают, просвещают, что-то нам расскажут, вы никогда этого не услышите. Белая горячка. Казалось бы, вот загадка-загадок, как-то объясняю, там какие-то психические состояния, что-то там еще, что-то. Белая горячка, то есть, галлюцинации, да, то есть, человек видит, у него слуховые галлюцинации, у него зрительные галлюцинации, он видит то, чего нет на самом деле, и слышит то, чего нет на самом деле. Это огромнейший дефицит витамина В1. У меня была моя знакомая, врач-леаниматолог, и она пришла и говорит, дедушка видит бабушку. Дедушке сделали операцию, и он стал видеть бабушку, которая к нему якобы в палату приходит. А бабушке нет, конечно. Я говорю, ну так, дайте ему витамин В1. В1, ну да, там, я не знаю, там 100-200 миллиграмм, вот так много. Я говорю, ну а что, у человека нет витамина В1. Ну она, так сказать, против протокола и всего остального, сама ему вколола В1, что-то там 20 миллиграмм, или что-то такое. И, о чудо, дедушка перестал видеть бабушку. Потому что у большого дефицита витамина В1 такие проявления. Сначала человеку снятся сны, потом они переходят в кошмары, в ужасные сны, которые беспокоят очень сильно. Потом, в конце концов, может дойти до того, что он будет видеть галлюцинации. То, чего нет. Это недостаток витамина В1. И очень часто, и почти всегда это будет помогать человеку, даже который является психически ненормальным, то есть психом, он сошел с ума, насыщение его витамином В1 и белками, белковым питанием, приведет к тому, что человек будет постепенно выправляться и придет в более-менее приемлемое состояние. То есть, вместо того, чтобы его там мордовать, издеваться над ним, давать ему какие-то ужасные лекарства, вот можно поступить с ним более гуманно. Далее. Что еще там из предрассудков, заблуждений, которые слышал, когда слушал каких-то врачей? Например, там, икота. Откуда берется икота? Человек что-то объясняет, и какое-то там действие на нервные каналы, еще что-то и так далее. Икота всегда возникает при неполадках с поджелудочной железой. Это просто один из симптомов. Если человек вообще склонен к икоте, начнет проблема с поджелудочной железой. Просто, как бы, ну, провериться, не провериться, но, как минимум, нужно там приводить это в порядок. Перейдет в порядок, перестанет у него, перестанет у него приходить ему случай икота. Далее. Привыкание к алкоголю. Привыкание к алкоголю, конечно же, происходит на психическом уровне, потому что человеку хочется повторить тот самый случай. Ну, здесь, возможно, чтобы было понятно, можно сравнить с первым случаем оргазма, как у мужчин, так и у женщин. Это очень ярко такой момент, просто невероятно. То есть, необычный, новый, просто сладострасти и все такое. Но потом, последующий момент, и сколько бы вы их не повторяли, они уже не такие яркие. Да, то есть, уже такого, как бы, вот, как вот, когда-то в первый раз нет. То есть, так же и здесь. То есть, того момента, когда вот в первый раз это было, вы приняли алкоголь или наркотик, вот, хочется, вот, чтобы прям было вот так же классно. Нет, того уже не будет. Организм химически довольно быстро приспособился. Он уже начал вырабатывать немножко больше веществ, которые будут нейтрализовывать этот яд. Вот, и уже, как бы, такого вот эффекта вау не будет достигнута с помощью наркотиков или алкоголя. Но организм хочет, умственно, да, то есть, как бы, человек думает, вот, неплохо бы, да, тоже вот, вот, как бы, вот так расслабиться. Следующий момент, который случается, это у нас в жировой ткани всегда накапливаются остатки веществ. Всегда, всегда какое-то количество веществ, которые организм должен бы вывести, он их не успевает вывести из организма, откладывает их в жировых клетках. Это касается всего, и алкоголя, и наркотиков, и лекарств, и любых токсинов, надышались краски, чего угодно. Когда вы, в следующий раз, допустим, поработали интенсивно, устали, что-то такое поделали, пробежечка, спортзал, еще что-то, то есть, вот, как бы, или просто такой был интенсивная такая работа, у вас даже на умственного плана, но сердце очень сильно гоняло кровь, а частицы веществ этих снова попадают в кровь и создают такой, как бы, намек на то, что неплохо бы выпить этого вещества. Оно хорошее, оно помогает. И вы приходите и выпиваете, да, то есть, чувствуете, что, ой, как хорошо, сейчас бы как раз выпить бы для того, чтобы снять усталость. В принципе, алкоголь и использовался в свое время для снятия усталости, потому что он давал бодрость, да, то есть, он давал бодрость. Небольшая доза давала бодрость, других, как бы, ну, приемов не было. Человеку, не знаю, там, на корабле нужно стоять на часах, нужно вахту нести, ему нужна бодрость, ну, он выпивает какое-то количество алкоголя. Там воду почти не возили корабли, значит, парусники, они возили в основном спирт, да, ну, какой-то ром, там, что-то, какие-то спиртосодержащие вещи. Потому что, ну, во-первых, они с помощью этих спиртов обеззараживали воду, вот, ну, и, конечно, для бодрости. Далее. Поэтому, в принципе, регулярная, постепенная, там, баня, потение, даже просто, если вы спите, тепло укрываетесь, вот, пьете, там, на ночь, там, чай, там, или что-то такое, там, такое, чтобы, там, потеть, там, да. Вот, вот, с выпадом будет потихонечку это все выходить-выходить. В какой-то момент, ну, как бы, эта тяга к тому, чтобы выпить, она прямо ослабнет. То есть, как бы, ну, вы почувствуете, что, да, вроде я устала, а вроде пить так и не хочется. Далее. Такой момент, как, да, но это произойдет не сразу. Вообще, там, вот у жировых тканей, у них такая инерция такая большая довольно. То есть, это нужно постоянно пить витаминки, 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 постепенно, как-то это станет легче. Следующий момент, это то, что называется, знаю норму, не знаю норму. То есть, когда человек, вот, начинает слишком сильно выпивать, да. Ну, как бы, вроде бы хотел немножко выпить, а выпиваю много. Почему это происходит? Это вот теперь уже моя версия. Если с витамина B1 и со всем остальным, что я раньше рассказал, вы можете это проверить сто раз, это все работает. Но это моя версия того, что происходит, почему человек склонен перебрать, да, так сказать, почему он нормы, как бы, не может ощутить. Это связано с качеством алкоголя. При брожении спиртовом всегда-всегда образуется сивушное масло, частью которого являются некоторые спирты, да. Например, изоамиловый спирт. Это тоже ядовитое, достаточно сильно ядовитое вещество. И особенность его в том, что предельная допустимая концентрация гораздо ниже, чем порог чувствительности. То есть человек уже получил свою дозу отравления, но еще этого не осознает. Он не может учуять это, как-то осознать, ощутить органами чувств. Это такая проблема есть вообще при работе с изоамиловым спиртом, что нельзя ориентироваться на запахи только на индикацию. То есть специальные приборы должны определять концентрацию этого спирта в воздухе. И, по сути, если у вас алкоголь достаточно свежий, как бы он ни был хорошо очищен, вы всегда получаете этот изоамиловый спирт. Это сивушное масло в каком-то количестве вы получаете. И невозможно очистить перебродивший виноматериал, какой-то или спиртовой материал. Невозможно его очистить с помощью перегонки еще чего-то от этой компоненты. Потому что эти там спирты, у них температура кипения примерно одинаковая. Даже перегонка, хорошая перегонка, даже очистка последующая не позволяет вам отделить спирт. То есть масла, да, вы сможете отделить еще какие-то частицы, какие-то компоненты, вы сможете отделить. Но не спирты от спиртов. Потому что эти спирты, они там рядышком все находятся. Ну, я имею в виду этиловый спирт и какие-то еще параллельные спирты. И я еще раз повторю, это вот мое понимание того, как это происходит. Поэтому такие вещи, как пиво, водка, значит, свежеприготовленный какой-то там спиртовой материал, чача, например, еще что-то. А, значит, вино ординарное, то есть, как бы, вот, которое только сейчас было получено или этого года, оно не вылеженное вино. Все это будет содержать в себе, значит, те компоненты, которые будут вас отравлять. То есть вы не будете ощущать, что вы отравились. Вы будете считать, что все еще неплохо, но вы уже будете достаточно сильно отравлены. Поэтому, как бы, вы дозу просто не можете ощутить. По этиловому спирту можете ощутить, но по этим компонентам дополнительным, которые вам не напишут на бутылке, которые не измеряют. Но они там есть, дополнительные вот эти компоненты, они, как бы, считаются, ну, типа, ничего страшного, безобидные. Если у вас вино, вы знаете точно, что оно полежало больше года, вылежалось, да, пожалуйста, и вы употребляете, и вы не так рискуете, значит, попасть в эту колею, когда вы пьете, пьете, хлещете, хлещете, хлещете этот алкоголь. Вы начинаете ощущать, что вы уже, о, вы уже, так сказать, да, вы уже пьяный, все, достаточно, больше я не пью. То есть эта способность к контролю, она повысится. Поэтому, что мы имеем? Только выдержанные коньяки, выдержанные виски, но действительно выдержанные, потому что сейчас сделать коньяк и виски вообще не проблема. То есть вы берете, как бы, добавляете в спирт какую-то из пузырька, там, коричневую штуку, и, о чудо, у вас получается коньяк или виски или еще что-то. Вот так это все и делается. Вы можете просто взять ультразвуковую ванночку, да, ультразвуковую ванночку, налить спирт, бросить в него щепку дубовую. И за 10 минут у вас получится то же самое коричневая такая штука, насыщенным вкусом, такая же, как у вас виски там лежали 10 лет в дубовых бочках, или там коньячный виноматериал, там, или как, спиртовый материал лежал 10 лет в этих бочках. Вот то же самое у вас получится. То есть как будто это все выдержанное. Но это не будет выдержанным продуктом. Выдержанный продукт должен полежать. То есть вот эти вот все дополнительные нежелательные компоненты должны уйти из него. В случае вина они выпадают потихонечку в осадок, нейтрализуются, связываются, потому что, допустим, у вина не заканчиваются процессы, значит, все химические, с момента, когда вы слили его с осадкой. То есть у них вина отлеживается, и там продолжается уже не процессы брожения, но ферментативные процессы продолжаются, 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 продолжаются потихонечку. Поэтому это вот как бы, если вы там, ну, все-таки, так сказать, хотите что-то там выпивать, да, во время от времени, то это, пожалуйста, только качественные вина, только качественные конейки. Хорошие, так сказать, цена даже, может, не будет здесь определяющим чем-то быть, а именно они должны быть выдержанные, то есть они должны быть вылежавшиеся. Вы должны точно знать, что они были натуральные вина, что они были вылежанные. Потому что продавать могут все, что угодно. Соответственно, все эти вот эти ягуары из баночек, соответственно, все эти пивные бутылки и все остальное, все это абсолютный шлак, он создан для того, чтобы вы пили и снова приходили, покупали. Пили и снова приходили, покупали. Он специально так делается, чтобы вы никогда не вылезли из этой колеи, из этого беличьего колеса. Это старая-старая уловка торговцев. На это сажали всегда были попытки подсадить на какой-то товар, который постоянно будет пользоваться спросом. Это долгие-долгие истории. Я имею в виду в столетиях, в десятилетиях, когда целые там страны подсаживали на наркотики. Это там китайцев по разным оценкам в свое время, где-то до 10 миллионов были посажены на наркотики, так сказать, войны эти, как они назывались там. В Китае, да, англичане все пытались и хотели сделать так, чтобы начали эти самые опиумные войны, да, чтобы в китайцы начали употреблять этот опиум, да. И они его просто всячески туда впихали в 19 веке. Вы считаете, добились наркотизации, добились наркотизации огромного количества населения. После чего был дополнительный плюс, плюс в кавычках для, так сказать, ну для англичан плюс. То есть они смогли оттуда теперь никчемное население вывозить практически в качестве рабов везде, куда им нужно было. То есть в Америке огромное количество китайцев работало, в Африке огромное количество китайцев работало. То есть просто они становились, ну бомжами практически, просто набирали и на такие работы какие-то физические вывозили. Это тоже там десятки миллионов было вывезено в качестве, ну практически рабов. Поэтому страсть делать такую продукцию, которая будет снова покупаться, она неукротима. Да, поэтому отсюда производители всех-всех вот этих вот алкогольных чудес. Вот, там и ароматизаторы вам сделают нормальные, еще что-то, еще что-то добавят. Лишь бы быстро долбило, лишь бы человек снова приходил. Знаете, у нас там и бабки, которые мы, у которых мы в армии покупали там вино. Да, они прям туда табак сыпали, настаивали на табаке это вино. Долбит хорошо, ну и прекрасно. Мы, я помню, в армии были, выпили вроде там что-то, по литру того вина выпили. Так разве зло так, что не соберешь? Вот, это мы, а что у нас? Организм молодый, здоровый, да еще и на морозе это все было. Вроде как должно быть наоборот. Не так действует обычно на морозе алкоголь сильно. Вот, так что люди, которые продают алкоголь, которые поставляют алкоголь, делать все возможное, конечно, чтобы вы покупали, снова покупали, снова покупали. Далее, мифы по поводу красного вина. Что якобы красное вино, там все есть такое полезное и так далее, и так далее. Ну, знаете, какие-то, значит, моменты происходило следующее. У нас вдруг датчане, которые вылавливают и перерабатывают очень много рыбы, доказали, что рыбий жир очень полезен. Потом вдруг, значит, страны, производящие оливковое масло, у них там прям ученые вдруг нашлись, которые обнаружили, что оливковое масло очень полезно. И вдруг испанские ученые тоже обнаружили, что красное вино очень полезное для сердца, для всего, для всего. На самом деле, что касается сердечно-сосудистой деятельности, то понятно, что для сосудов алкоголь, ну, как любой яд, оказывает поражающее действие. То есть это просто вот, ну, допустим, почему в похмелье могут там руки, ноги мерзнуть, да, озноб может быть. Потому что идет генерализованное поражение сосудов, как при простуде. То есть у вас просто, как бы, вот очень большое количество сосудов поражается, потом какое-то время нужно на то, чтобы они были восстановлены, чтобы пришли в чувство, вот это похмельное, чтобы состояние у вас закончилось. Поэтому алкоголь действует, конечно, в этом плане одинаково. Но красное вино, будучи сделанное красное виноградо, конечно же, содержит в себе полифенолы, имеющие, именуемые Ресвератрол, по-моему. Но это один из полифенолов, который действует, да, как полифенол, он действует, их полно, этих полифенолов, они действительно нужны, полезны. Смотрите видео у меня про полифенолы. Это здесь и экстракт зеленого кофе, и экстракт зеленого чая, и экстракт виноградных косточек. И там просто можно черную смородину себе там наготовить в сезон. И вот вам и будет полифенолы. То есть полифенолы, это, ну, конечно, там относится к разряду антиоксидантов, но это, в свое время, эта группа веществ именовалась витамин П. То есть было доказано, что он необходим именно для хорошего состояния сосудов, то есть в том числе капилляров, самое главное. И полифенолы все, они, ну, часто называются полифенолы, еще биофлавоноиды, еще название у них есть. В общем, самые разные есть названия. Например, кофе черный, почему так он для нас приятен, хочется его выпить, почему? Да потому что в нем есть хлорогеновая кислота, это полифенол. Именно она дает этот запах. У кофеина запаха нет никакого, вот, а вот этот вот запах кофе, это, конечно, хлорогеновая кислота. И организм говорит, дайте мне этого полифенола. Вы можете, например, кушать какие-нибудь фрукты черные, там, да, там, сливы, виноград, чернослив, там, что еще, черную смородину. Прям есть его там активно каждый день, там, довольно. И когда вы довольно много спушаете, кстати, в апельсинах есть, особенно в белой части, да, апельсины, мандарины. И вы когда вот это поднайдитесь их, вы увидите, что что-то кофе вообще не заходит, не хочется этого кофе. Потому что вы насытились полифенолами. Вот, это вот польза якобы красного вина. То есть, она вот только на этом основана, но не надо пить вино, чтобы получить оттуда вот эти вот витамины. Это довольно глупо. Это, ну, ну, это все равно, что пить кефир, чтобы, значит, опьянеть. В кефире там вроде как есть полпроцента алкоголя. Ну, пить кефир для того, чтобы стать пьяным. Вот примерно того же уровня, да, пить красное вино, чтобы получить свои полифенолы. Довольно такое, сомнительного качества мероприятие. Вот, пожалуй, наверное, все, я так рассказал про алкоголь вам. И мой призыв какой? Ну, конечно, зачем себя, так сказать, дурманить, если можно не дурманить. Хорошее настроение, как ни странно, можно достигнуть многими другими способами. Не обязательно, так сказать, вот опьянять себя. Хотя есть традиции, есть, конечно, в общем, такие вот вещи, когда там как бы неловко отказать. Ну, если как-то вначале вы сумели проскочить, там, потом уже, когда все стали пьяные, уже к вам не пристают. Трезвый ты пьяный, там, будешь пить, не будешь. В основном это уже там не так все страшно. Всегда можно сказать, что вы принимаете антибиотики. Всегда прокатывает. Вот. Если же вы чувствуете, что вам иногда, ну, хочется выпить, ну, хорошо выпейте. То есть, как бы, да, нет такого, чтобы, ну, это было полностью под запретом. Ну, просто алкоголь должен быть качественный. Как бы любите себя, уважайте, что ли, да, настолько, чтобы не использовать какое-то пойло. Да, это как с едой. Ну, как бы, ну, не будешь вы из помойки, там, что-то подбирать и есть. То есть, поверьте мне, вот все те основные массовые, массовые продукты делаются прямо буквально из помойки. То есть, буквально то, что там бродит, как оно выглядит, из чего это все делается. Оно все совершенно некрасиво, неприятно и ничего из себя хорошего не представляет. Вот. Ну, максимум, что можно рекомендовать, это вот хорошее выдержанное вино, которое там отлежалось. И вы знаете, что оно уже, так сказать, все там полностью успокоилось. Уже там все, там уже все ушло, все там уже, как бы, процессы такие основные все позакончились. Вот. Это будет нормально там один-два бокала. Ну, пожалуйста. Желаю вам хорошего здоровья. Выбирайте пути для того, чтобы стать бодрым и счастливым и живым. Какие-то другие. Посмотрите на детей. Они способны найти себе полно занятий и получить счастье и удовольствие. Получить весь спектр эмоций. Мгновенно. От радости до безудержного горя. И назад. Вместо того, чтобы, так сказать, сделать то же самое с помощью алкоголя. Потому что алкоголем можно и взлетать на небеса, и рыдать, и все, что угодно бывает с пьяными людьми. Как говорил один мой знакомый, я что-то не припомню, чтобы человек, едущий на велосипеде, рыдал. Да. То есть, как бы, занимайтесь, пожалуйста, спортом, на прогулке, на велосипеде, еще куда-то. И вам не нужно ни рыдать, ни расстраиваться. Лучшая терапия – это, конечно, прогулка, хорошее общение, наблюдение за реальной Вселенной, деятельность какая-то в этой физической Вселенной. Достижение успехов каких-то в той области, в которой вы, значит, задействованы. Более тщательное изучение каких-то нюансов, каких-то подробностей в том виде деятельности, которому вы посвятили сейчас, ну, свое время. То есть, тем, чем вы занимаетесь сегодня. Вот. И это будет, в общем, как бы, ну, зачем гнаться за иллюзорным удовольствием, вместо того, чтобы получить удовольствие от того, что вы делаете сейчас. Вот прям как я сейчас. Я записываю для вас. Мне приятно это делать. Ну, вот, вы найдите приятие в том, чем вы заняты прямо сейчас. Все. С вами был Иванович Нолик. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вот. Это помогает другим людям увидеть эти мои видео. Все. До новых встреч. Пока-пока.